Почти половина россиян иногда заменяют привычную домашнюю еду фастфудом, а 4% населения питаются только им. Об этом сообщает РИА Новости. Вопрос о вреде и пользе такой пищи вызывает дискуссии в обществе. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент. За доступность и быстрое обслуживание рестораны фастфуда обрели популярность среди людей. Согласно исследованиям, больше всего такую еду предпочитает молодежь. Мы решили узнать, какую еду предпочитают величане. Я сам повар и предпочитаю больше еду в ресторанах. Я так как много ем, уже, наверное, привык к ней. Меньше еды ем домашней. Думал вредно, но теперь как-то не обращаю внимания. Я люблю всё. Из русской кухни мне нравятся, в принципе, и борщ, и пельмени, и всё, что готовится в русской кухне. Русская кухня одна из самых лучших, в принципе, по разнообразию блюд. Я редко хожу в кафе. Больше нравится домашняя еда, чем фастфуд. Как мы видим, мнения разделяются. И правда, молодёжь в разы больше предпочитает еду быстрого приготовления. Однако специалисты утверждают, что такая пища вредна и опасна. В ней содержится множество вкусовых усилителей и консервантов, способных даже вызывать зависимость. Поэтому необходимо с юных лет формировать у ребёнка культуру питания. Врачи буквально настаивают на этом. Пищевые пристрастия должны формироваться с детства, потому что, если не будет правильного питания, соответственно, и не будет здоровья уже в юности, но и в более пожилом возрасте. Согласно пирамиде питания всегда должно быть достаточное количество круп, сложных углеводов, макарон. Здоровое питание на протяжении всей жизни обеспечивает сохранение и укрепление всего организма, а также является непременным условием достижения активного долголетия. Об этом в своих рекомендациях говорит Роспотребнадзор и представители медицинского сообщества.